Всем привет, меня зовут Аня, и добро пожаловать на мой YouTube-канал. Я 13 лет живу во Франции, из которых 10 лет прожила в Париже, и вот уже три года как мы живем на Атлантическом побережье, на юго-западе Франции, в стране Баска, в городе Байона. И на этом канале в основном я делюсь какими-то влогами, моментами своей жизни, рассказами, ежедневными буднями. Поэтому, если тебе интересно, то подписывайся на канал. В прошлом году я стала мамой, и вот, наконец, сошли все звезды, и спустя 7 месяцев после рождения моей дочки я собралась записать видео про роды. Поэтому в этом видео мы поговорим про ведение беременности во Франции, мы поговорим непосредственно про мой опыт родов во Франции, и, возможно, поговорим про послеродовое восстановление. Если видео получится слишком долгим, то, возможно, послеродовое восстановление я перенесу на вторую часть этого видео, и поговорим о нем в следующий раз. Поэтому, если тебе интересно послушать про то, как же проходит беременность и роды во Франции, то продолжай смотреть. Как я уже сказала, прошло уже больше 7 месяцев с момента самих родов, и если я не сделаю это сейчас, то не сделаю это никогда. И плюс, на самом деле, каким бы клише это ни звучало, но действительно все детали забываются. Хорошо, что я все записала буквально на следующий день после родов, просто текстом у себя в заметках. И сегодня, готовясь к этому видео, я все это перечитала, и действительно часть вещей я просто уже забыла. Поэтому всем советую записывать свою историю родов, чтобы потом как-то к этому возвращаться, потому что действительно все забывается. Но начать это видео я хочу с дисклеймеров. В этом видео я буду делиться очень личной историей. Роды и вообще беременность в целом, и послеродовое, и вообще вся детская тема, это очень-очень личные вещи. И я, и я думаю, что многие женщины со мной согласятся, это очень уязвимая тема. Поэтому, пожалуйста, пожалуйста, будьте очень аккуратны и внимательны в ваших комментариях. Я знаю то, что та аудитория, которая смотрит меня, кто подписан на меня, кто смотрит меня регулярно, вы очень-очень классные ребята, девушки в основном. И я знаю то, что у меня очень мало хейтов в комментариях, или у меня очень мало какой-то токсичных советов и так далее. Но наверняка, так как название этого видео будет слово «роды» и «Франция», возможно, на это видео придет какая-то новая аудитория. И, во-первых, добро пожаловать. И я хочу сразу предупредить, что я не терплю никакого хейта, я не терплю никаких злобных комментариев, либо какой-то токсичности. Пожалуйста, перед тем, как написать какой-то злой комментарий, подумайте, хотели бы вы получить какой-то такой совет или какой-то такой комментарий, находясь на моем месте. И, пожалуйста, лучше этого не делайте, потому что я буду все блокировать, я буду удалять какие-то агрессивные или пассивно-агрессивные комментарии. И я хочу сказать, что я вообще записываю это видео не для того, чтобы как овершер. Этим видео я хочу добавить свою историю в миллионы историй родов, в миллионы историй беременности, просто для того, чтобы, возможно, будущая мама или настоящая мама знала, что она в этом во всем не одна, и чтобы ни в коем случае себя не винила, если что-то пошло не так. В общем, такая у меня цель, просто как бы добавить свою историю в этот огромный пул историй женских. Буду стараться говорить без каких-либо прикрас, да, то есть если для вас это какая-то сложная тема, да, можете не смотреть это видео. Я не буду какие-то супер кровавые подробности рассказывать, но буду вещи называть своими именами. И следующий момент. Так как моя жизнь, следовательно, моя беременность и мои роды проходили во Франции, возможно, я не знаю каких-то терминов на русском языке. И, скорее всего, вот так вот просто в речи я буду говорить, называть какие-то термины французскими словами. Я постараюсь добавить титры на французские слова, но при монтаже я могу не понять, например, что такого слова не существует в русском языке, и поэтому, если что, советую вам просто погуглить, но буду стараться так, чтобы русскоязычной аудитории было понятно все, о чем я говорю. Итак, все, закончились все дисклеймеры, поехали с этим видео. И начать я хочу с того, что, естественно, каждая беременность разная, мы все беременем в разном возрасте, в нашем разном каком-то ментальном состоянии, готовы мы к этому были или не готовы, в каких-то разных бытовых условиях. Поэтому сразу скажу, как бы, мой конкретный случай. Я забеременела в 33 года, родила в 34 года, беременность у меня проходила относительно легко. Во Франции беременность считается подтвержденной после УЗИ первого триместра, то есть это где-то 12-я, по-моему, неделя. Я уже, кстати, забыла все вот эти вот конкретные шаги беременности, да, поэтому, возможно, где-то могу ошибаться. Пожалуйста, не берите какие-то медицинские термины, которые я здесь буду говорить, за чистую воду. Обязательно все проверяйте с вашим врачом-гинекологом, либо с вашим врачом-терапевтом. Возможно, в чем-то могу ошибиться или неправильно сказать. Делюсь здесь опытом. Значит, мой первый триместр прошел довольно хорошо. У меня не было тошноты. У меня была просто дикая усталость, которая, возможно, наложилась на конец года, на декабрь. В принципе, была такая достаточно плохая погода, было холодно, и поэтому мне все время хотелось лежать, мне хотелось как-то укутываться, хотелось просто смотреть какое-то кино и много очень спать. И также по каким-то предпочтениям по еде у меня тоже не было никаких эксцессов. Просто у меня была такая странность, что я почему-то не могла ничего есть смешанное. То есть, если я люблю обычно какие-то там салаты, я люблю какие-то супы и так далее, то вот в первом триместре мне хотелось, чтобы все было отдельно. То есть, грубо говоря, вплоть до салата мне хотелось, чтобы помидоры были отдельно, листья салата были отдельно, там авокадо отдельно, рис ни с чем не мешанный отдельно и так далее, и так далее. Вот, в принципе, и все, которые у меня были такие заскоки первого триместра. Второй триместр, как, наверное, очень у многих, у меня был просто невероятный. Во-первых, опять же, началась потихоньку весна, у нас здесь в регионе весна, так как мы на юге, у нас весна здесь приходит немножко раньше, и плюс нам очень повезло вообще в принципе с погодой в прошлом году, поэтому начало моего второго триместра совпало как раз таки с приходом весны. Приезжала моя подруга Настя, мы очень классно проводили время, везде ездили, я очень хорошо себя чувствовала, полной энергии, мне хотелось вставать рано, ложиться поздно, именно во втором триместре я поехала одна уже с таким достаточно большим животиком, поехала одна в Грузию встречаться с моими родителями. Именно во втором триместре я создала, записала и провела весь мой первый поток курса Digital Creator создание и монетизация контента. А вот в третьем триместре уже потихоньку начались проблемы. Минутка саморекламы про курс. Курс назывался Digital Creator создание и монетизация лайфстайл контента. Курс для Инстаграма, в котором я делилась какими-то своими наблюдениями за тем, как создавать и монетизировать лайфстайл контент. Да, не какой-то экспертный, а именно такой вот лайфстайл. Я планирую запускать второй поток курса, но пока что, к сожалению, не могу дать вам абсолютно никаких ни дат. На данный момент я создала только несколько черновиков того, что бы я хотела добавить в этот курс. И такой очень-очень размашистый таймлайн, да, когда что будет происходить. Но я создала свой телеграм-канал, ссылку на который я оставлю под этим видео и вот здесь. Мой телеграм-канал также называется Paris with Me. Я его завела когда-то давно, но никогда не вела активно. Сейчас же я хочу сделать из него такой познавательно вдохновляющий телеграм-канал, в котором я буду рассказывать про какие-то свои наблюдения, буду рассказывать про бэкстейдж каких-то коллабораций. В общем, делиться полезной информацией и мешать это с вдохновением, на кого я смотрю, когда создаю какие-то видео, какие аккаунты я фолловлю в Инстаграме и так далее, и так далее. Поэтому я предлагаю тебе подписаться на этот канал, потому что в нем я обязательно буду постить какие-то апдейты по тому, как только будет понятно с датами запуска второго потока курса. Обещаю там не спамить, а как раз-таки больше делиться какой-то полезной, вдохновляющей информацией. Поэтому приглашаю всех в телеграм и увидимся там. Возвращаемся к беременности. Наступает третий триместр и меня диагностируют с гистационным диабетом. Гистационный диабет – это диабет беременных, который возникает вот только в беременность. Я не проходила глюкозный тест. Те, кто рожал, те, кто беременны, знают, что это такое. В общем, это довольно противный тест. Так как я не была в группе риска и так как этот тест необязательный, моя гинеколог сказала, что можешь, в принципе, его не проходить. Поэтому для нас это было очень большим сюрпризом, неприятным, когда на седьмом месяце беременности меня диагностировали с гистационным диабетом. Гистационный диабет – это уже считается как рискованная беременность, то есть беременность со осложнениями. И, следовательно, я начала также наблюдаться у эндокринолога. Первой ступенью было то, чтобы я своей диетой регулировала уровень сахара и шесть раз в день колола свой пальчик, чтобы измерять вот эту кровь. И если диета не поможет, то... Я прошу прощения, но моя собака воет из-за того, что я разговариваю. И если не поможет диета, то мне нужно было бы в таком случае колоть себе инсулин, что я хотела избежать в любом случае. Поэтому я начала очень серьезно следить за своей диетой. Я сладкоежка. Мне было очень-очень сложно настолько сильно трансформировать свою диету. То есть к продуктам, которые повышают сахар в крови, относятся в том числе и хлеб, и макаронные изделия, и рис, в общем, и фрукты, куча-куча всего. Мне очень сильно помогла книга «Глюкоз Гадес». Это Джесси Иншаспе, по-моему, называется. Сейчас она вообще суперзвезда. Книга называется «Глюкоз Революшн». Я не знаю, если она существует на русском языке, но на английском. Вот так вот она выглядит. В этой книге 10 таких как хаков того, как сокращать вот этот вот глюкозный спайк, это называется, да, скачок сахара в крови. И мне это очень сильно помогло, и мне удалось избежать колоть себе инсулин. Риск гистационного диабета в том, что может быть слишком большой ребенок. Если он будет слишком большой, есть риск того, что тебе раньше запустят роды. Когда раньше запускают роды, как бы непонятно, как там может все пойти. В общем, это было одно из первых осложнений. И вторая вещь – это то, что у меня часто находили протеин в моче. Протеин в моче сам по себе, если я правильно понимаю, не представляет никакой угрозы, но он является одним из трех, по-моему, симптомов при эклампсии, которая потом может вести к эклампсии. Я не хочу сейчас никого пугать, особенно если вы беременная или только что родившая, поэтому погуглите, что это такое. Но это одно из очень серьезных заболеваний, поэтому за этим нужно следить. Таким образом, подводя итог беременности, моя беременность велась с следующими специалистами. Кушер-гинеколог, то есть непосредственно врач, к которому мы приходили каждый месяц. Она же делала нам УЗИ. То есть обычно во Франции УЗИ делает какой-то отдельный специалист, и уже с результатами УЗИ ты ходишь к своему гинекологу. Эндокринолог, то есть врач, которая уже на последнем триместре следила за уровнем сахара в моей крови. Сашфам. Сашфам, если честно, не знаю, как перевести это на русский язык. Будем называть это акушеркой. Сашфам – это такой общий термин для медицинских специалистов, которые одновременно присутствуют и в роддоме, и помогают тебе с родами. И Сашфам также называют специалисток, специалистов, которые ведут предродовые курсы и какое-то пострадовое восстановление. Это называется Сашфам. И плюс лаборатория по сдаче крови, где я была просто какое-то огромное количество раз, потому что, опять же, из-за диабета, из-за протеина и так далее, и так далее. Практически все предродовые обследования покрывают страховка. А, по-моему, с шестого месяца покрывает вот как раз-таки самая базовая страховка. Так как у меня был гестационный диабет и был риск большого ребенка, у меня было чуть больше УЗИ, но которые тоже покрывала страховка, потому что гинеколог как бы оправдывала нужду того, чтобы были вот эти УЗИ. Все анализы крови, все анализы мочи обязательные покрывает, опять же, страховка, кроме анализа ДПНИ. ДПНИ, не знаю, какая у него расшифровка, но это анализ на хромосомные аномалии, на трисомию и на прочие другие хромосомные аномалии, которые ведут к инвалидности ребенка. Во Франции этот тест ДПНИ не является обязательным. Во Франции другой тест на хромосомные аномалии. Он состоит из двух частей и как бы вычисляет вероятность каких-то хромосомных отклонений с точностью до 80%. В то время как во многих странах Европы и других странах вот этот вот тест ДПНИ, он с более высокой точностью дает результат каких-то хромосомных отклонений. Несмотря на то, что бесплатный тест показал, что в принципе вероятность каких-то хромосомных отклонений в нашем случае небольшая, мы все равно решили сделать вот этот вот платный тест ДПНИ. За него мы заплатили около 400 евро. Также в предродовое обследование во Франции входит обязательный визит к донтисту, бесплатный. Но это такой очень-очень базовый визит к донтисту, потому что они не могут делать никакую как радио, да, вот эти скрининги, ничего. Они просто смотрят, есть ли какой-то кариес и вообще какое состояние зубов, чтобы потом, возможно, дать какое-то дальнейшее тебе лечение, если у тебя какое-то плохое состояние, что тоже может быть во время беременности. Дальше важный момент подготовки к беременности — это предродовые курсы, которые точно так же оплачиваются полностью страховкой и как вот этим вот дополнением к страховке, которое во Франции называется «Mutuel». Предродовые курсы ведутся группами Sashfam, опять же, акушерок, и состоят из, по-моему, то ли пяти, то ли шести занятий в группе и двух или трех дополнительных, как ателье во Франции это называется, это своего рода такие воркшопы, то есть какие-то более такие прикладные занятия, где уже присутствуют, например, только женщины. В предродовые курсы в основном все ходили в парах, по крайней мере в нашей группе, все были, то есть со своими партнерами. Мы были в небольших группах, наверное, пять пар людей, у которых примерно соответствует срок ПДР, предполагаемая дата родов. На этих курсах нам каждую неделю рассказывали, как подготовить свой организм к родам, как подготовить, возможно, немного свой дом к родам, как себя вести, когда начнутся схватки, чего ожидать, да. Нам рассказали, как конкретно, что конкретно происходит с нашим организмом, когда уже начинаются роды, чего ждать, какую-то, возможно, медицинскую терминологию, с которой мы до этого были незнакомы, что будет в каких-то экстренных ситуациях. Я считаю тоже, что это очень важно, когда тебе рассказывают, если что-то идет не так, что ожидать. То есть нам наши акушерки рассказывали вплоть до того, как выглядит вот эта вот палата экстренного кесаревого сечения, да, как вообще, что ждать. Я очень сильно верю в то, что предупрежден, значит, вооружен. Чем меньше у тебя вот этих вот слепых зон, особенно в таком личном и в таком уязвимом процессе, как роды, да, тем лучше. То есть вот это вот описание комнат, того, как, что, зачем будет следовать, где попросит, скажем, твоего партнера выйти из комнаты родов. То есть чем меньше неожиданностей на таком сложном и уязвимом пути, тем лучше. Я поэтому очень сильно благодарна была нашим акушеркам за то, что они все это рассказывали. Дальше они рассказали, как примерно долго будет длиться наша жизнь в роддоме, что будет происходить после, что делать дома после, на что обращать внимание с малышом, как потом нам будут делать на дому визиты, да, чтобы проверить, взвесить ребенка, посмотреть, что все окей. Нас, опять же, учили дышать вместе с партнером, да, чтобы партнер тоже видел, как, если что, нас коучить в моменты схваток. И остальные вот эти воркшопы или ателье, в моем случае они предлагали гипнороды, они предлагали йогу, они предлагали ателье, они предлагали воркшопы по дыханию, они предлагали бассейн и еще, по-моему, какие-то. Я ходила на гипнороды, мне было интересно посмотреть, что это такое, но это было очень базовое такое, гипнороды. То есть если у вас есть желание как-то углубиться в этот вопрос, то я думаю, что в интернете очень много и курсов, и всего на эту тему. И я ходила в бассейн, да, где тебя, по сути, учат работать с твоим дыханием во время схваток, и мне вот это очень сильно понравилось. Поэтому бассейн я прям всем советую. И последний прием у акушерок, вот как раз-таки тех, которые делают до- и пострадовое ведение как бы твоего случая, твоей беременности, твоих родов. Это было, по-моему, через три месяца после родов. Это был, опять же, коллективный такой прием, где вот вся наша предродовая группа, мы пришли со своими детьми, опять же, с партнерами, и просто делились своим опытом родов, делились своим опытом вот этого раннего родительства. Это новая фишка, которая, опять же, полностью возмещается страховкой. Это новый вот этот дополнительный прием, который, как я поняла, служит для того, чтобы выявлять пострадовую депрессию. У женщин, у мужчин тоже бывает пострадовая депрессия. И чтобы вот, ну, как-то поделиться своим опытом, почувствовать, что ты не один во всем этом. Вот в чем заключалась наша предродовая подготовка. После родов эти же сашвам, то есть прям эти же конкретные люди, которые вели у нас курсы по подготовке, приходят домой несколько раз, по-моему, два или три раза, чтобы проверить ребенка и проверить маму. То есть они проверяют и как у меня, например, заживает все, и проверяют ребенка, то есть взвешивали ее, смотрели, как бы, что, как, нормально задавали какие-то вопросы, что сложно, что несложно. Опять же, чтобы выявить, например, пострадовую депрессию. Дальше, позже, начиная с шести недель после родов, эти же сашвам, ну, вы можете, конечно, выбрать себе какой-то другой кабинет с акушерками, они занимаются восстановлением вашего мышц тазового дна и вот каким-то пострадовым обследованием. Но об этом я расскажу в следующем видео. Если у вас остались какие-то вопросы по ведению беременности и вот все, что перед родами, пожалуйста, задавайте их в комментариях, потому что, возможно, я что-то забыла, либо о чем-то просто не рассказала, что вас может интересовать. И теперь переходим к самой такой, к самой жирненькой части этого видео. Это непосредственно сами роды. Во Франции официальный срок беременности – это 40 недель, то есть раньше 40 недель тебя вряд ли как-то будут трогать. Когда мне поставили диагноз гестационный диабет, у меня была вероятность, что мне могут запустить роды раньше, начиная с 37 недели, чего я очень сильно не хотела, и поэтому я очень следила за своей диетой, и мне это удалось избежать. В итоге я родила на 39 неделе. Сразу скажу один супер важный момент. Как только я узнала, что я беременная, я сразу просчитала дату своих родов, и она выпала на Фетт-де-Байон. Я много раз упоминала на этом канале про Фетт-де-Байон. Это такое культурное, огромное событие, которое происходит в нашем городе, а мы живем в самом центре города. В течение пяти дней тут происходит просто жесткое вакханалие. То есть для примера, если, скажем, по-моему, численность населения Байона около 50 тысяч людей, 50-60, может, чуть больше сейчас. Во время пяти дней празднования Фетт-де-Байон в городе суммарно посещает, по-моему, если я не ошибаюсь, я посмотрю, проверю точные цифры, по-моему, от полутора до двух миллионов людей. Это полная-полная жесть. Я не буду сейчас долго останавливаться, но я оставлю несколько фотографий того, как это выглядит, но, как бы, в принципе, это круглые сутки, очень много шума, очень много пьяных оров, это все улицы грязные, описанные, оплеванные. В общем, это ужасно. Один раз, когда мы оставались в городе во время Фетт-де-Байон, я сказала, что больше никогда. И моим самым большим страхом это было начать рожать во время Фетт-де-Байон, что и случилось. Хоть моя ПДР стояла на несколько дней позже Фетт-де-Байон, почему-то у меня с самого начала было ощущение, что рожать я начну именно вот в эти Фетт-де-Байон. Но хорошая новость оказалась в том, что схватки у меня начались в самый первый день вот этого фестиваля, когда еще в городе не так много людей. Мы поехали в роддом и выехали из роддома уже на следующий день после окончания всей этой вакханали. Поэтому мне очень сильно повезло. Это то, на что я рассчитывала, то, на что я просила у Сони, да, у моей дочки. Это идеальная ситуация. То есть нам не пришлось никуда уезжать, в какую-то снимать дополнительную квартиру. Мы просто все время провели в роддоме. Итак, как же все началось? За два дня до рождения моей дочки вечером мне показалось, что у меня отошли воды. То есть у меня было ощущение, что что-то произошло. В таком случае нас просят ехать в роддом, чтобы проверять, реально ли это случилось. Мы поехали в роддом. Меня посадили на мониторинг. Мониторинг — это когда тебе живот обвязывают вот этими специальными сенсорами и измеряют сердцебиение ребенка. И, видимо, они тоже могут измерить схватки. Начались они или не начались. То есть они более к этому рецептивными. По-моему, это называется КТ, но я проверю. В общем, мониторинг не показал никакой родовой активности. И они также сделали анализ на реально ли это околоплодные воды. И в итоге оказалось, что нет. Но, тем не менее, я уже чувствовала, что что-то не то. В итоге мы поехали домой. Вернулись мы домой где-то примерно в пол первого ночи. Легли спать. И где-то в 4 утра, вот от этого первого дня фестиваля, я проснулась от того, что почувствовала, что что-то началось. Это были такие совсем небольшие схватки, достаточно нерегулярные, которые действительно очень сильно похожи на предминструальную боль, если у вас такая была. Я не будила Лешу. Где-то к 6-7 утра они начали становиться более интенсивными, более регулярными. Я начала их замерять. Проснулся Леша. Я сказала, что происходит, но я по-прежнему чувствовала себя хорошо. Это были достаточно неболезненные схватки. Леша пошел погулять с Тофи, выгулял его хорошо, потому что мы тоже не понимали, какой у нас будет день. И когда он вернулся, у меня уже были довольно интенсивные схватки. Я уже сидела на мече. Я уже не хотела ни завтракать, ничего. То есть мне уже периодически становилось больно. Где-то в полдевятого утра я сказала, что все, едем в родильный дом. Часто буду возвращаться к тому, что это был первый день от этого фестиваля, Федо Байон. И во время Федо Байон центр города отцепляют, потому что вход сейчас осуществляется по пропускам. И вот в этот первый день, когда я сказала, что все, едем в роддом, город начали потихоньку отцеплять. И нам невозможно было пройти к нашему паркингу быстро. И нам пришлось идти в обход. Мне было очень страшно. Это уже начался день. Люди идут на работу. У нас какие-то тут знакомые. Мне очень не хотелось, чтобы меня кто-то видел в этом состоянии. Я знала, что меня может на пути один а то и больше раз вот эта схватка схватить, а это как бы больно. И я просто не хотела, чтобы никто меня видел в этом состоянии. Нам пришлось делать такой большой круг, потому что мы живем в пешеходной улице. Но в итоге мы дошли до машины. Мы очень легко добрались до роддома. Когда приехали, нас очень быстро приняли. И меня опять посадили на этот мониторинг, который длится 30 минут. Я сразу хочу сказать тем, кто не рожал. Это, наверное, одно из самых неприятных моментов начала родов, когда у тебя схватки, и тебе нужно в этом положении лежать привязанным. Ты никак не можешь двигаться, чтобы как-то облегчить свою боль. Мониторинг показал то, что действительно роды начались, но раскрытие шейки матки было всего лишь на один сантиметр. Обычно в таких случаях отправляют домой, потому что это значит, что роды могут длиться еще очень долго. Я знаю, что в некоторых местах оставляют в роддоме от 5 сантиметров раскрытие шейки матки. В нашем, по-моему, от 3. Но из-за того, что, опять же, начались вот эти фетты и байон, мы объяснили акушеркам, что мы живем в самом центре города. Они сказали, конечно же, мы вас никуда не отправим. У нас не так много народу сейчас. У нас есть свободные уже палаты. Мы вас просто оставим в вашей комнате, в которой вы потом останетесь, и будем вас проверять периодически. И вот. И это было, конечно, огромное-огромное облегчение для меня, что все, у меня есть своя комната, в которой мы сможем быть одни, в которых вот это вот все проживать. Леша помог мне разместиться в комнате и поехал домой, чтобы отвезти Тофи к нашим друзьям, чтобы потом вернуться ко мне и уже оставаться со мной все время. В тот момент я сказала акушерке, что я бы хотела как можно дольше протянуть без анестезии, потому что я всегда говорила, что я хочу прочувствовать, что это за опция, которая есть у моего тела. Вот это вот роды, схватки. Мне хотелось это все почувствовать. Но сразу скажу то, что я особо не готовилась к родам без анестезии, поэтому я, наверное, где-то в глубине души знала, что в какой-то момент я попрошу ее. Акушерка сказала мне, что да, без проблем, и оставила мне несколько обезболивающих, вроде парацетамола, то есть вот такие, которые можно во время беременности. И там было, наверное, 4 таблеточки. И она мне сказала, вот возьми, там был парацетамол, дофальган и что-то еще. И она мне сказала, вот возьми эту таблеточку, то есть тебе она немножко поможет, чтобы боли не было, но в то же время мы не будем пока делать анестезию. И я спросила, нужно это все сразу принимать? Она говорит, да, все сразу берешь, и как бы это тебе поможет. И это была одна из самых больших ошибок, которые я сделала во время родов, потому что во время беременности я не принимала практически никаких таблеток, хоть парацетамол его и можно принимать. Я ничего не пила, и вот взяла вот эти вот 4 таблетки, и они меня погрузили в состояние, когда мое тело стало таким ватным, и голова туманная. То есть я не могла стоять, я не могла ничего делать, кроме как лежать. А наверняка те, кто рожал, знают, что когда ты как бы неподвижен и лежишь, тебе очень больно. В плане, когда ты в схватках двигаешься, как ты делаешь какие-то упражнения, как ты принимаешь разные позы, тебе легче. И, в общем, это была, конечно, очень большая ошибка. То есть меня, по сути, вот эти вот таблетки, они обездвижили, даже без анестезии. И никак не сократили боль. И, в общем, когда через 2 часа приехал Леша, я просто лежала на кровати, и вот так вот выло. До этого я постояла под душем. Душ, кстати, очень сильно помогает. В моей комнате не было ванны. Когда пришел Леша, я попросила, чтобы он позвал акушерку, и мы попросили, чтобы мне поставили анестезию. Перед тем, как ставить анестезию, меня поставили опять на вот этот мониторинг, где нужно было 30 минут лежать обездвиженное. Там же они определили, что у меня раскрытие шейки матки в 4 сантиметра, а, по-моему, анестезию можно ставить от 3 сантиметров. В чем как бы проблема анестезии раньше? В том, что анестезия может очень сильно замедлить роды и как бы удлинить вообще, в принципе, весь этот процесс. На 4 сантиметра уже, в принципе, нормально. Меня перевели в другую палату, уже такую очень медикализированную, со всеми этими биполками, с проводами, и там мне поставили эпидуральную анестезию. Мне сразу стало легче. У меня, во-первых, прошел вот этот вот туман от парацетамола и до фольгана и так далее, и я смогла немножко поспать. Я начала уже потихоньку терять счет времени, но мы, наверное, в родах были уже часов 12, если считать как бы роды, да, от момента начала первых схваток. То есть я смогла в какой-то момент поспать, но я была обездвижена. Из-за того, что ты постоянно подключен к куче всяких мониторов, ты особо двигаться не можешь. Все это время у меня были схватки, которых я уже мало чувствовала, да, мало ощущала, и примерно в 19-20 часов у меня раскрытие шейки матки было 7 сантиметров. Мне сказали, сейчас все пойдет быстро, до полуночи ты точно родишь. Ну и мы начали ждать. И в итоге у меня замедлилась вся вот эта вот активность, и от, по-моему, 7 сантиметров до полного раскрытия, которое считается 10, да, сантиметров, прошло, наверное, часов 6 или 7. В это время у меня периодически переставала действовать анестезия, и я опять возвращалась вот в эти вот состояния, когда вот так вот воешь. Мне, кстати, вот очень помогало как-то вокализировать свою боль, да, вот как-то вот этот вот звук, вот как волк, так воешь, он мне очень сильно помогал. Не знаю, многие говорят то, что когда ты как-то кричишь, или что-то вот у меня был вот этот вот такой гул, который я хотела из себя как бы эвакуировать, да. Плюс для того, чтобы как-то это все ускорить, мне еще вкололи окситоцин, окситоцин, по-моему, синтезированный, который как бы усиливает схватки и делает их больнее. Меня тогда вырвало. Я уже была в каком-то астрале. Как я сказала, от момента 7 сантиметров до полного раскрытия шейки матки прошло 6-7 часов. Это еще не все. Когда полное раскрытие, это не значит, что вот сейчас можно уже как бы рожать, то есть пушить, то есть как бы тужить непосредственно. Меня проверяла акушерка, и было видно, что ребенок особо не спускается. Я думаю, что это было из-за того, что я была обездвижена. Все-таки ребенку нужно как-то помогать, чтобы все-таки она спускалась по родовым путям. И начать вот именно тужиться, начать именно рожать нужно в момент, когда ребенок уже достаточно спустился вот в таз. То есть когда, как это называется, ангажировался он уже в этот процесс. У меня Соня очень долго этого не делала. В какой-то момент я уже была в таком астрале. Я помню, что в 3 часа приходила, в 3 часа утра, то есть мы уже почти сутки в родах, приходила акушерка, проверяла, насколько спустилась Соня. И говорила, еще через час приду, уже вот возможно начнем рожать. Потом она пришла в 4 часа, опять проверила, и опять Соня недостаточно спустилась. И она сказала, еще через час. В общем, это было очень-очень сложно, и я как бы очень устала. И я попросила ее, чтобы как-то она мне помогла поменять мою позицию, вот из этой гинекологической позиции, чтобы я как-то смогла немножечко помогать этому процессу. И в общем, Леша и акушерка помогли мне на кровати встать на четверинки. И как бы они мне дали мяч, и я как бы начала немножечко так раскачиваться, как-то тазом, да, вот раскачивать. И мне кажется, это очень сильно помогло. И в 5 утра мы начали рожать. И у меня, кстати, тоже замедлялись схватки. В общем, сложный был вот этот вот процесс. Потому что ты рожаешь ребенка в момент схватки, да. То есть, если я правильно понимаю, схватка – это когда твоя матка начинает как бы выжимать ребенка. И в этот момент ты должен помогать своему организму и как бы тужить, да, чтобы ребенок выходил. Вот. И у меня в момент, когда уже пришел врач, потому что до этого врач не приходит. До этого все происходит акушерками. Они тебя инспектируют, они тебя проверяют. Плюс еще такая тоже специфика Франции в том, что ты не факт, что попадешь на своего врача-акушера-гинеколога, который ввел твою беременность, да. Вполне возможно, что это будет другой врач, потому что они это делают по дежурствам. И невозможно, невозможно абсолютно предугадать, кто окажется тебя рожать. Значит, пришел врач. То есть, это значит, что все, начался непосредственный момент уже родов. И у меня замедлились схватки. То есть, мы вот бывало такое, что мы просто вот так вот сидели и ждали по 10 минут. Я уже прям плохо помню. И даже в тексте, который я себе прописывала через день после самих родов, тоже как-то уже так непонятно прописано. Но мне кажется, где-то за 3-4 схватки мы хорошо продвинули Соню, но каждый раз она обратно как бы так засасывалась. В какой-то момент уже, наверное, может на пятую, да, схватку, я не знаю, врач ее все-таки смог ухватить и вытащил, и положил мне ее на живот. И это произошло в 5.50 утра. Вообще, это все очень сверхъестественные воспоминания. Я в течение нескольких месяцев после родов засыпала вот с этим вот воспоминанием первого момента ощущение как бы моей кожи и Сониной кожи, да. В общем, это очень сложно описать словами. Как бы это абсолютно непередаваемый опыт. Это реально что-то как бы внеземное ощущение. Не знаю. Наверное, это как бы коктейль из гормонов, из окситоцина. Не знаю, это невероятно. В общем, я думаю, те, кто рожали, меня поймут, о чем я говорю. Дальше 15 минут после того, как Соню достали, она полежала у меня. Я так понимаю, что от пульсировала пуповина. Леша был все время со мной. Он перерезал пуповину. Потом ее взяли, протерли и положили обратно на меня. И мы вот так вот лежали вот в этой вот родовой непосредственной палате. Втроем я, Леша и Соня в течение двух часов. Через два часа приехали уже с инвалидным креслом. Ну или как, с креслой-каталкой. И перевели меня, Соню и Лешу, в нашу обычную палату, в которой мы, по сути, и остались потом на 5-6 дней. Это был сложный день, потому что, на самом деле, как-то к этому невозможно подготовиться. Потому что вот я 25 часов рожала, очень сильно устала. Но у тебя родился ребенок, и все. Вот ты в эту секунду становишься родителем. И тебе нужно делать родительские обязанности. И как бы это очень такой брутальный шаг. Мне кажется, что вот это вот осознание, что все, как бы, сейчас не я приоритет. Точнее, приоритет я и человек, который от меня полностью зависит. Помню, что осознание было одной из самых таких шокирующих и, я не знаю, больших запомнившихся мне, что ты становишься родителем и ответственным за этого нового человека, который ничего не может без тебя, вот в ту же секунду, как ты родила. То есть, ни отдых, ничего. То есть, все, она — это приоритет. Мы провели вот этот вот весь день тоже как в тумане. Я после эпидуральной анестезии не сразу смогла ходить сама, естественно. Через какое-то время смогла, но вот так вот согнувшись. Приходила акушерка, чтобы как бы первый раз со мной сходить в туалет. Это все, конечно, очень классно было в плане их постоянная какая-то поддержка. Я думаю, она как раз-таки и положила нам вот этот вот хороший старт нашего раннего родительства. И потом вот в следующую ночь, как бы первую уже ночь с ребенком, нам предложили забрать ребенка на три часа, чтобы мы могли немножко отдохнуть. То есть, я ее покормила, забирают ребенка на три часа. И мы могли вот в это время чуть поспать. И тоже вот это нам, конечно, очень сильно помогло, что мы оба смогли немножко поспать перед тем, как нам как бы ее принесли. И все, и больше с того момента мы соним не расставались. Всего в роддоме мы остались пять ночей и шесть дней. И опять же, мне кажется, что это был один из кирпичиков, который положил начало нашему достаточно хорошему раннему родительству. Я знаю, что многие стремятся, наоборот, пораньше уехать из роддома. Это не был наш случай. Во-первых, потому что мы знали, что у нас в городе, вокруг нашей квартиры происходит ваханалия вот с этим вот праздником, да. То есть, мы даже из нашей клиники слышали вот эти вот басы, мы слышали, что там происходит. Плюс Леша несколько раз выходил там, роллы мне купить и всякое такое. И он как бы был далеко, но видел эти толпы, да, что вообще происходит. Поэтому как бы мы сразу же попросили, что, если возможно, остаться чуть дольше, чем обычно. И как бы они пошли нам навстречу, потому что, опять же, загрузка роддома была не такая большая. Плюс Соня после рождения потеряла чуть больше, чем 10% в весе. Следовательно, нам это тоже нужно было как следить за этим. И нам сказали, что вы можете остаться. Так как у нас во Франции нету родственников, у нас нет семьи, все абсолютно мы делаем с Лешей вдвоем. У нас нет никакой помощи. Сейчас у нас нет ни нянь, никого. Нам было тоже важно, чтобы нам вот эти вот какие-то супер базы, да, по уходу за младенцем показали. Нам показали, как менять подгузник, как мыть. Мы два раза мыли в роддоме, да. То есть показали, как мыть, на что обращать внимание, как чистить нос, как чистить уши. Мне очень сильно помогли с грудным вскармливанием. То есть они говорили, нажимайте на кнопку каждый раз, когда вы хотите кормить ребенка. Мы будем приходить и говорить, на что вам обращать внимание, когда ребенок ест. Очень много хорошего они нам говорили, да. То есть они постоянно заходили и делали мне какой-то комплимент. Говорили, вы прекрасно выглядите, какие вы красивые, как у вас все хорошо. То есть это очень круто в плане... Я не знаю, если они просто хорошие люди, или они были на это подготовлены, но это прям тебя в какое-то ощущение классное, да, погружает. Потому что, блин, ты переродилась из обычной женщины, стала матерью, и у тебя весь мир просто перевернулся с ног на голову. И как ты не понимаешь, что происходит сейчас с твоим телом, да, у тебя кровотечение, да, у тебя вот этот живот, который висит такой полутвердой, полудряблой подушкой, да, еще. Тебе больно ходить, тебе страшно на себя смотреть, у тебя болит грудь, да, потому что начало грудного вскармливания это довольно болезненный процесс, у меня тоже были как ранки, да. Вот этот вот весь персонал, они очень сильно за нами ухаживали, эти женщины просто прекрасные, очень много с чем нам помогли. Я безумно довольна и безумно благодарна, потому что когда мы спустя шесть дней в роддоме уезжали домой, мы как бы знали, к чему готовиться, да. То есть мы уже провели несколько ночей с ребенком, мы знали, чего ожидать, мы знали, как подступаться к той или иной ситуации, и это было просто бесценно. Поэтому, если вдруг у вас похожая ситуация, что у вас нет родственников рядом, и если вам будет комфортно находиться в роддоме, если персонал будет к вам внимательно, аккуратно и доброжелательно относиться, то, мне кажется, возможно, это хорошая идея остаться чуть подольше, чтобы задать все вопросы и как бы подготовиться к жизни вот втроем с ребенком уже дома. Это уже скорее относится к пострадовому периоду, но вот именно в родах, да, которые достаточно долгие все-таки у меня были, что мне помогло? Первое это, что я ехала рожать без каких-либо ожиданий. Да, у меня был план родов, у меня были какие-то общие такие линии, что я хочу, что нет, но у меня не было никаких ожиданий, как быстро это будет идти, как больно мне будет. У меня не было каких-то конкретных пониманий, как правильно. И я это беру прям, я подчеркиваю, что я это беру в кавычках, потому что правильно не бывает, нет правильных родов. И мне кажется, что я в какой-то момент просто отдалась вот этому процессу, я понимала, что мое тело знает, что оно делает, я окружена медицинским персоналом, то есть мое тело и медицинская вот эта техника, медицинский прогресс и так далее, они мне помогут. Я в этом не одна, и все будет нормально в любом случае. И второй момент, который также уже такой более экзотерический, хотя нет, не очень он экзотерический, который мне помогал, я постоянно говорила себе, что опять же я в этом не одна, потому что через этот процесс родов мы проходим вместе с Соней. И если я как бы знала, через что я прохожу, то есть 9 месяцев беременности я, по сути, готовилась к этой кульминации, к этому моменту родов, то для ребенка, который рожается, который провел опять же эти 9 месяцев в тепле, в темноте, вот как бы маминой утробы, сейчас вот этот вот дом начинает всеми силами его как бы выжимать. То для ребенка, я не знаю, по-моему, нет никаких исследований, но это вполне может быть каким-то очень сложным тоже испытанием. И я как бы постоянно старалась разговаривать с Соней, говорить, что мы с тобой в этом вдвоем, давай, пожалуйста, друг другу поможем. И вот как-то меня вот эта вот мысль, то, что мы вдвоем и нам обеим сложно, меня она как-то спасала и как-то поддерживала. И я говорила, что я в этой ситуации как бы более подготовленная, и я вот хочу тебе вот помочь. Я хочу, чтобы... Я буду делать все, чтобы вот нам было с тобой нормально. Еще какие моменты. Я во время беременности очень много слушала подкаст «Блиссторис». Это французский подкаст, на котором огромное количество эпизодов с историями родов, историями раннего материнства, историями материнства в целом. И это просто невероятный источник информации. Это огромный каталог историй родов, в котором ты понимаешь, насколько огромное количество сценариев. В этом подкасте обсуждается абсолютно весь спектр, связанный с деторождением, с родительством. От репродуктивных трудностей до каких-то абсолютно невероятных историй родов, как, например, в машине где-то возле Елисейских полей или в машине на пути в роддом. Поэтому, если вы говорите на французском языке, очень сильно советую этот подкаст. Это действительно кладезь вот этого опыта, который помогает понять, какое огромное количество сценариев, как может что-то пойти не так, и как быстро что-то может пойти, или как долго что-то может длиться. Мне очень сильно помогало. Плюс очень классные BD, это как комиксы, Naissance. Я прочитала две. Мне кажется, вот эта мысль, она очень помогает, что если мы хотим иметь детей, то наше тело, оно имеет все абсолютно функции и инструменты для того, чтобы эти роды прошли, ее ребенок родился, и поэтому я очень сильно советую почитать вот эти вот комиксы, опять же, если вы говорите на французском языке. Другие книги, которые я читала во время беременности, я собрала в свой пост в Инстаграме, вот здесь вот его оставлю, и прямую ссылку на этот пост оставлю тоже под этим видео. Книги на французском и на английском языке. И про беременность я, по-моему, прочитала две книги. Самая первая была, это книги доктора Ольги Белоконь, которая называется «Я беременна». Эта книга доступна на Литрес. И книги, которые тоже мне очень понравились, это книги Эмили Ойстер. Тоже очень как бы к ним можно подходить с разным уровнем скептицизма, но, грубо говоря, там рассказывается про то, какие мифы или не мифы есть вокруг беременности, и вот вокруг того, что можно, что нельзя, тоже как бы, мне кажется, эти книги облегчают беременность и облегчают роды, потому что есть вторая книга уже непосредственно про роды. И последнее, про стоимость родов. Сколько же стоят роды во Франции? Значит, во Франции роды могут проходить либо в госпитале, то есть в публичном заведении, да? Наверное, это плохое слово, публичное заведение. Ну, в общем, это называется «пюблик», «опиталь пюблик» и либо какая-то частная клиника. В нашем случае, так как моя врач-гинеколог была в частной клинике, я автоматически была записана в роддом при вот этой вот частной клинике, и мы как бы остались там. Важно знать, что во Франции есть три разных уровня роддомов. Первый, второй, третий. И они различаются по уровню подготовки к каким-то экстренным ситуациям. Уровень три — это значит, что роддом полностью экипирован для самых экстренных ситуаций, которые могут быть с ребенком, то есть неонатальная реанимация, вот и персонал, и экипировка, и вся техника там присутствует. Уровень один — это значит, что как бы мало подготовлено к каким-то экстренным ситуациям. Я рожала в уровне один, то есть в мало подготовленном для экстренных ситуаций роддоме. Но, опять же, это все ты знаешь, да, насколько у тебя рискованные могут быть роды, и тоже в зависимости от этого выбираешь как бы свой роддом. Я также знаю, что, например, в больших городах, такие как в Париж, в роддом нужно записываться чуть ли не с того момента, когда у тебя получился положительный тест, потому что из-за того, что огромное количество людей сложно с местами. В нашем случае это не было как бы проблемой. Мы живем в относительно небольшом городе, и, опять же, вот тут вот есть как минимум два роддома, и поэтому мы довольно быстро как бы записались, и довольно поздно. Общая стоимость родов в нашем случае была 4000 евро, около 4000 евро, там, по-моему, 3800 или 3900 с чем-то. В эту стоимость входят непосредственно как бы сами роды, да, то есть вот эти вот медицинские услуги, входят все, естественно, таблетки, входят всякие приятные ништячки и подарки, то есть, например, в течение всего нашего пребывания в роддоме, да, потом вот как бы в палате, да, постродовой. У нас были памперсы, у нас были всякие тряпочки для того, чтобы мыть, да, ребеночка. У нас был подарочек, ей подарили такую дуду кролика. В общем, у нас было все, различные средства для мытья, да, вот все как бы они вот это вот давали. Плюс в это входят питание, трехразовое для мамы, и, по-моему, одноразовое завтрак для папы. И в это входят, естественно, еще услуги педиатра, которые регулярно приходят проверять ребенка. И входит непосредственно сами как бы стоимость комнаты. Вот из этих четырех тысяч евро мы заплатили 60 евро. То есть стоимость палаты в сутки была 110 евро. Наша страховка и наша митюэль, то есть дополнение к страховке, покрывали 100 евро в сутки. И, следовательно, вот мы доплачивали вот эти вот 10 евро в сутки. Все, мне кажется, я разговаривала больше часа. Не знаю, что там потом в итоге будет при монтаже. Но в любом случае, если ты досмотрела это видео до конца, спасибо тебе большое. Пожалуйста, поставь ему лайк или поделись с кем-то, кому может быть интересна эта тема. Естественно, про пострадовое восстановление я уже в этом видео не успею рассказать, но обязательно расскажу об этом в следующем видео. Поэтому, если эта тема тебе интересна, подписывайся на мой канал, чтобы не пропустить это видео. Скоро увидимся и пока-пока!